Добрый день, дорогие зрители. Сегодня я хотел бы такую, может быть, небольшую аналитическую справку вам дать про гипертоническую болезнь. Достаточно много роликов я уже снял на эту тему. Тема достаточно актуальная, популярная, очень много запросов на эту тему тоже приходит, поэтому хотел бы вам все-таки какой-то статистический такой небольшой почерк, если так можно сказать, на эту тему вам дать, чтобы вы имели хоть какое-то представление о гипертонии. Вообще гипертония, или как ее называют, гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия по-другому, или просто повышенное кровяное давление, по сути, эти все понятия, они похожи, схожи, одинаковые, если так можно сказать практически, суть у них остается одна. То есть это повышение артериального давления выше нормальных значений. Какие значения являются нормальными? Вы можете в моих других роликах посмотреть, на это сейчас мы не будем останавливаться. Сейчас наша задача все-таки понять, глобально оценить масштабы этой проблемы. Итак, гипертония – это повышение давления, то есть это такое патологическое состояние, или заболевание, если хотите, которое приводит, в свою очередь, к серьезным сердечно-сосудистым и не только осложнениям. По некоторым оценкам, в том числе вы на сайте Всемирной организации здравоохранения эту информацию можете найти, что гипертония, то есть повышенное давление, страдает больше 1 миллиарда человек в возрасте от 30 до 79 лет. Это просто огромная, на самом деле, цифра. Это примерно 1,7 или 1,8 часть, наверное, планеты, которая страдает этой проблемой. То есть это одно из самых, наверное, распространенных заболеваний. Примерно половина из них, около 46% из этих пациентов, не знает, что у них есть гипертоническая болезнь и не подозревает об этом. Я об этом тоже часто говорил, что вообще гипертоническая болезнь не зря ее называют тихие убийцы. То есть она долгая и длительное время может протекать бессимптомно, и человек обращается за медицинской помощью, когда у него уже есть какие-то осложнения. Вторая половина из этой половины, которые, так скажем, знают, что у них гипертоническая болезнь, половина от этой половинки, если так можно сказать, они не принимают должного лечения. И менее половины из тех пациентов, которые знают, что у них есть проблемы с давлением, получают все-таки квалифицированное и правильное лечение. Вообще гипертония – это одно из, наверное, ключевых вообще по смертности причин. То есть гипертония, она в свою очередь приводит к таким сердечно-сосудистым событиям, как инфаркты, инсульты, заболевания почек. То есть самые-самые распространенные, наверное, сердечно-сосудистые заболевания, они все-таки являются следствием гипертонической болезни. Это очень, на самом деле, глобальная и серьезная проблема, которая требует комплексного подхода. И практически все мировые сообщества, кардиологические, терапевтические, уделяют все-таки проблему гипертонической болезни. В общем, гипертонии просто огромное колоссальное значение. Как же все-таки понять, будет ли у вас гипертония в будущем или нет? На самом деле, на 100% сказать, что у вас не будет гипертонической болезни, конечно, сказать нельзя. Но существуют определенные факторы риска, так называемые контролируемые факторы риска, на которые мы с вами можем повлиять, которые 100% негативно влияют на гипертоническую болезнь, то есть влияют на ее возникновение. Это, конечно же, избыточный лишний вес, это малоподвижный образ жизни, и это различные вредные привычки. То есть такие, в первую очередь, это, конечно, курение и алкоголь. Но есть те факторы, на которые мы с вами повлиять не можем. Это, в первую очередь, наследственность. Очень часто бывает такое, что пациент не курит, не пьет, видит здоровый образ жизни, и у него все равно возникает гипертоническая болезнь. Такое, к сожалению, бывает и бывает нередко. Но к этому еще раз говорю, надо подойти философски, посмотреть проблемы в глаза и уже непосредственно с ней бороться. Самое важное все-таки постараться определить наличие у себя высокого давления или гипертонической болезни на максимально ранних сроках. Это позволит своевременно начать лечение, чтобы у вас не возникало каких-то серьезных осложнений в перспективе. Я думаю, что вы, наверное, прекрасно представляете, понимаете, что гипертоническая болезнь, проблема повышенного давления, это очень серьезный вызов, наверное, нашему обществу современному. Поэтому лечение все-таки гипертонической болезни, оно должно быть комплексным. Я об этом многократно говорил, и много видео достаточно себе на эту тему, поэтому можете их посмотреть, можете даже пересматривать, где-то в каких-то моментах конспектировать, может быть, эти вещи для того, чтобы у вас эта информация закрепилась, потому что, может быть, с первого раза и бывает непонятно иногда. Поэтому единственное, что вы должны понять, что гипертоническая болезнь, на самом деле, очень много в нашем мире, она есть, никуда она пока не денется, я думаю, но с ней можно бороться, и с ней, самое главное, нужно бороться. В первую очередь, конечно, это не медикаментозное воздействие, то есть благодаря изменению образа жизни можно достичь уже колоссальных результатов. Поэтому относитесь к себе максимально внимательно, контролируйте свое давление, и я думаю, что все будет у вас в порядке. Спасибо, не болейте, пока. Субтитры создавал DimaTorzok